Так, мирный договор с Йеменом. Что-то я нифига не пойму. Блин, если я не хочу, то я к Йемену. Пупит, марионетка. Всё? Пупит. Рейхспротекторат. Так, горнострелков мы, наверное, пока перебросим в Европу обратно. Если что, они будут здесь подсебят с Францией. Франция же усилена на двоечку. В Генуе пусть плывут. Ой. Так, у нас есть командные очки. Там по-любому сейчас на блоке. Можно раскидать их, хотя не показывают, что есть. Вот сколько у них навыков есть. Так, тут у нас по-любому вот это надо ставить. И вот это. Так, ещё 36. Так. Так. Айронсайд. Эксперт по большим пушкам. Поддержка наземного вторжения. Шанс получения критического попадания. по врагу. А эти уже отучились. Так. Где они стояли? У меня в этой ла... Ла Специи. Второй оперативный флот. А первый стоит... Первый стоит в Таринте. Какой-то. У нас святок Pul이를 не оставить в туильную порцию. У нас в Казахстан. Голицы. Мы оказались готовы за того, что мыできли эту шеп준이. Эксперт поcą и горамм interpretания, очень большие проблемы с снаряжением конечно большую армию не наклепаешь на италии французы тут плавают в красном море очень жарко сколько тут а ну да 39 градусов 42 чувствовать с реальными пока не можем а вот можем поставить ливийский геологический концерн у нас лишняя резина а мы же там в филопе появилась из-за перезина подводные лодки пусть немножко получится упражняются а модернизируется ремонтируется Пронто, сеньоры. Да так, нормальная поддержка фашистов здесь. Флаг имен Ис-Ишак. Блин, вот здесь граница голая. Короче, нужно еще вот этих колониальных дивизий, минимум 4. Для генерала Итала Гаррибольди вот здесь поставить, чтобы... Так. Так, ну формы жестко не хватает. Замонов. Всего 16 в день, а их нужно 27 тысяч. Да форма-то, ну это самое главное, как бы это основа основ. Потому что там пулеметов, это ладно еще, но без формы. Без одежды. Так, с разведывательного снаряжения перебросить. Один заводик с разведывательного снаряжения. И один завод с пустынного снаряжения. На форму. Так, парижская всемирная выставка проходит в Париже. Ну это самая знаменитая выставка в 1937 году была. Там выставка всяких достижений науки и искусства. Они были очень популярны, ну, со времен промышленной революции в 19 веке. Там, допустим, это вот Эльфелева башня, она была, строилась в конце 19 века, вот к выставке всемирной. Самыми такими, ну, этими, как они, стендами были германские и советские стенды, павильоны. Типа противостояние советской идеологии и нацистской. Вот рабочие колхозницы, там была гигантская статуя, монументальная. И здание со свастикой и орлом немецкое. Всемирная выставка в Париже. Кстати, они и сейчас до сих пор проводятся, по-моему, в Дубае будет следующее, если я не ошибаюсь. Типа всякие научные достижения, ну и хобби всякие, и искусство тоже. Технические достижения. Так. Сейчас, надо срочно изучать вот эти вот улучшенные инструменты. электрический мотор сначала инструмент чтобы открыть доступ к этому министру экономическому луиджи и науди который и синьоры фронта синьоры по две дивизии ставите чтобы сомали удержать по любому коммерческий пластик минус 3 процента штрафа за отсутствие ресурсов вот эти нужно тоже строительные эти работы они улучшают укрепленность ускоряют укрепленность гражданские работы повышают стабильность skills and training опыт навык и тренировки вот этот для рабочих получиться До регулярных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пристрел к бонусы хорошая конечно меньше шанс получить критическое повреждение усиливается атака торпедная парад и так хорошие так где этот каково сонар и павло или слепой здесь вот улучшенный гидрофон и ранний сонар это для авианосцев это мы трогать не будем бронирование да тут надо нужно гидрофон и ранний сонар исследовать сонар очень нужен потому что против подводных лодок как бы для поиска подводных лодок так наши исследовательские центра институты типа четыре ячейки вот эти до института уже все до регулярных дошли так а эти еще нет еще нет так так м7 м7 это м7 м8 м7 м8 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот это, наверное, какая-то компания. Компания Ири. Больше ничего такого нету. Да. И получим две фабрики и два бонуса на строительные технологии. Так, кому назначить мистер пропаганды. Что-то ты ищешь. Вот эти два пюро хорошие. Они снижают стоимость полевой формы и это снижает снаряжение пехотного стоимости производства. Ускоряет исследование. Танки покорала. Корабли тоже. Тяжелые самолеты. Ну и скобашек, которые на тяжелые самолеты, нам только вот это может пригодиться в мсовое маркете. то есть надежность повышает самолетов. Тяжелые истребители мы делать не будем. И тактический бомбер стратегически тоже не был. Так, ну сейчас, в принципе, что можно поменять. В принципе, от этого можно поставить мистер пропаганды. Стабильность будет больше. Тяжелые. Продолжение следует... 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 но сцена Стоп! Стопаем! А, это резервный флот. Как его открепить? Тур-де-Франц. Это гонки знаменитые. Короче, они проходили на территории Франции, Италии и Швейцарии. Французы здесь ваячо поставили дивизию. Пронто, сеньоры! Пронто, сеньоры! Так, у колониальной дивизии только пустынное снаряжение, а у бинарных вообще нет снаряжения. Команды! Команды! Французы! Французы! Бреннерский перевал, где встречались обычно Муссолини с Гитлером на границе. А вот резиденция Гитлера, где-то здесь, Верхтестгарден, вот здесь. Реши. Такие танчики. Реши. О, 97% стабильность, вообще отлично. Уже можно не париться со стабильностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В крыше тут ничего нету. Так, адмиралы наши. Так, Альберту Дазара. У него эсминцы и легкие крейсера. Заметность, может быть, снизить ему. Ладно, пусть пока. Грузеппи Ферландсо. А, вот он наш минер. Что, поменять их местами, что ли? А, у этого тоже есть. Продолжение следует... Что такое? Что такое? А, не хватает опыта. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Так, а сейчас... Подводники наши. Морской волк, конечно же. Тихий охотник. Безмолвный охотник. Сайлент Хантер. Шанс заметить торпеды минус 20%. Так, а это... Пока не хватает. 11 очков. Нужно 15. Так, в чем мы дальше строим? Пока есть время. В принципе, нужно еще вот эти специализированные фабрики тоже построить. Они уменьшают стоимость производства. Уменьшают в toxic countries. Уменьшают в университете, чтобы мы сейчас поменяли о том, что у него и всё может и всё. Так, пулеметы у нас уже на склад идут, пусть накопятся. И вот эти вот гонный артиллерийский транспорт тоже пусть подкопятся. Ну, стопроцентная поддержка фашистов, вот это любой обзавидуется такой популярности. Причем я даже не запрещал никакие партии, никого там нет, гонений не проводил. Все добровольно, как бы, все демократическим путем, почти демократическим. Напомню, но это будет достойные показания. Переходим на следующий рейтинг. Аплодисменты. Незислим на следующий рейтинг-кан-кан-кан-кан. Причем вынуждены, как уникальный артиллерийский демократическим путем. В принципе, уже можно оккупировать Албанию. Может, скорее всего, повысить напряженность. Лучше пока, наверное, продержать это. Так, региомарина. Фокус на развитии фронта. 56 дней это немного. Блин, вот это нужно. Вот это. Индустрел кривенжел. Нужна технология. Так, индустрелки носит. Киносита тоже нужна. Так. Значит... Через сколько мы, примерно, исследуем? Шесть дней и потом еще... Там вроде бонус 15%. То есть где-то... О, сто дней еще. Блин, пипец. Короче, можно еще какой-то фокус выбрать. Ладно, пусть пока вот этот, наверное. Героические рассказы какие-то для детей, короче. Пропаганда. Короче, пропаганда фашизма через среди детей. Увеличивает... Увеличивает... Рекрутов. Героически рассказы, наверное, о Римской империи. Увеличие итальянской нации. Увеличивает... 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 Увеличивает, конечно. Хочется, что мне нужно брать. И покупать самолеты военные. истребители или бомбардировщики так если мы продаем истребители у нас отличный бонус кстати минус 5 процентов фабрики товаров народного потребления но тогда у нас минус 5 процентов фабрики народного потребления 180 дней но 120 дней у нас будут стоить дороже производстве если вот это выбрать то будет стоить дороже 120 дней истребители если продать им истребитель а если вот это то дороже бомберы производится истребители мы пока производим продадим бомберы да вот минус 5 процентов есть да 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 сейчас уже срочно 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 были на небе скидки это скидка есть здесь нет скидки 146 дней как раз круче до конца года а 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 мы уже можем поставить частичную мобилизацию частичная мобилизация намного лучше чем ранее мобилизации в принципе по большей части параметров кроме того что строительство военных заводов плюса фабрик минус по скорости остальное все плюсы скорость исследования быстрее стабильность только еще минусы и политвласть но это как бы уже не серьезно политвласти так дофига стабильности тоже дофига на на пусть пока 38 поменяем наверно честно да вот с этим что решить так снизить стоимость либо полевой формы либо инфантори так вот пехотное снаряжение тут тоже пехотное снаряжение ну да надо снижать инфантори equipment значит че там у нас беретта снижает ванта будет блин фокус надо берито сначала исследовать четырехсотлетний опыт они знают как это сделать ничего 400 лет существует беретта касси Ну дай полевую форму хотя бы. Так, кто у нас тут ещё? Резерв. У нас два недоученных линкора. А вот ещё новички вообще. Зелёные. Топливо сразу резко падает. Линкоры вышли в море, это называется. Так. Да, ну сравнить конечно лёгкие бомберы. Вот эти Капрони 111 и 101. По дальности вообще небо и земля просто. О, тут ещё солянка. 101 даже есть. 111 и 133. Попробуйте. Попробуйте. Ну всё, уже конец. Стреть с ними надо уже строить. За воду нефти перерабатывающие. О, тут ещё. Попробуйте. 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 Укрепление Пакара настроить. Порты тоже Пакара расширять. Блеет. Ну тут а что такое? Повысить Маллио Берти. Так. Ифонтрей Эксперт. 50 дней. Зато какой-то он герой гражданской войны что-ли в Испании какой-то. В Маллио Берти. В Маллио Берти. В Маллио Берти. В Маллио Берти. Так. Главное, это потом. Так. Сейчас. Что? Киносито есть. Киносито. Это. А. Это пропагандистские фильмы. В силе итальянского оружия. Мусселени сам спродюсировал первые 18 фильмов. Синьор Макс. Марио Камерини, короче. Снимали фильмы пропагандистские. Восхваляющие итальянский фашизм. Ну да. И фабрика. Добавляется. Фабрика сейчас мне особо не нужна. И политфласт тоже особо не нужна. А сейчас надо вот это вот, наверное. Наследие Маркони. Гульермо Маркони получил Нобелевскую премию по физике в 1909 году. Ну, он что-то там в радио изобрел. Я помню. Что-то там какие-то технологии. И в телеграфе. По-моему, телеграф он изобрел. Вот. Он был активным деятелем фашистской партии. Умер в 1937 году. Как раз вот сейчас вот. О, недавно как раз. 20 июля 1937 года. Так. Исследования Маркони помогли развить радары. Радары нам нужны. Ладно, изучим наследие Маркони. Чи, сеньоры! сразу второй уровень взять что и 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 специализированные подучить быстренько фабрики заводы не хватает нам больше всего так да вот эти вот такую пока разберемся сейчас первую очередь вот это вот снаряжение пистолета пулемета там все это такое винтовки но а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 киноситу туда на киноситу наверно А потом будем опыть в наши африканские колонии. Продолжение следует... Так, где эти фабрики? Продолжение следует... Где-то 3 штуки надо построить. Сейчас 2. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Текущие войны... Продолжение следует... Так, мы должны, наверное, пустить фашизм где-нибудь или в Финляндии. Или в Португалии... В Финляндии, наверное, в первую очередь. Один еще линкор спустили на воду. Продолжение следует... Продолжение следует... А, этот модернизируется. Так, сколько лет... С 38-го года... А, так, ступай, это же линкоры, которые во 2-й оперативный флот пойдут. Тут же еще только тяжелый крейсер... Ну да... Линкоры тоже нужно обновлять. Немножко модернизировать. Так, а вот эти вот два, по-моему, покруче. Да, это ранние, вот эти вот два. Они более модернизированные. Класс Виктория ОВИ нету. Так, пулеметов уже дофига. Класс Виктория ОВИ нету. Класс Виктория ОВИ нету. Класс Виктория ОВИ нету. Так... МОТОЦИКЛИ. И... Легкие... Тьфуууу! Вот этот убирается в фокус. Сколько еще есть? Еще 60 дней. У меня еще 60 дней есть. В принципе, как раз можно исследовать фокус на флоте. Немножко модернизируем наш флот. Построим доков 4 штуки. Наш королевский флот один из лучших в мире. Мы должны улучшить его, если хотим рулить в Средиземноморье. Редактор субтитров на wink. Продолжение следует... Можно вот снизить потребление топлива гражданским. Не, ну ладно, пока с топливом проблем нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Поставить пока заранее КБшку вот эту совую марцетти. Чтобы с ней уже потом изучить... Вот этот быстрый бомбардировщик, вот этот, который я показывал. В принципе на нем можно всю войну вытащить. Не, я конечно не знаток как бы авиации, но блин... Средние бомбардировщики по характеристикам хуже, чем легкие. Вот один уровень как бы... Броня хуже, дальность меньше, атака меньше наземная. Только стратегическая лучше и все. И маневренность почему-то лучше. У средних, чем у легких. Не знаю, мне кажется это какой-то косяк у них просто. У разработчиков мода. В принципе можно как раз сейчас его исследовать. Быстро этот бомбардировщик легкий. Хотя там надо еще радио уже исследовать. И радары. Радары тоже надо построить обязательно. Придвойной. Придвойной. Ах... Так, стоп. Какие-то новые решения появились. Связанные с Муссолини. Съемка фильмов какие-то в Венеции. Прирост стабильности. А, но у меня и так стабильность высокая. В принципе это пока... Пусть пока будет. Но время войны... Во время войны стабильность падает. Можно будет вот использовать... Съемку фильмов в Венеции. Чтоб немножко успокоить... Людей. Так... 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 начинка... Так что, Так, так... 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 И... Так... Так... Ну просто да, тут еще надо много ума. После этого еще и слинуть. Ладно, пока что пусть радио будет. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальность и надежность 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 Субтитры сделал DimaTorzok Нифига себе, откуда столько опыта? То есть за счет этого фокуса что ли? Так, что сюда добавить? Система контроля противопожарного Лапнем Сейчас наверно не появится По-моему надо добавлять какой-то новый Или сначала апать старый Чтоб появилось ПВО первого уровня, а второго я ни разу не видел в этом моде В этом моде я так понял ПВО только первого уровня везде Так Ага, появилась Стрелочка апгрейда Так, и добавим еще Что здесь? Орудия нельзя поставить что ли? Только ПВО Печалька Ну 4 ПВО 4 ПВО не повышает, не помешает на самом деле Стрелочка апгрейда 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас пока кажется нормально стоплю, а как война начнется будет пипец. Сейчас же мы закупаем, да, аж 5 фабрик тратим на закупку нефти в Венесуэле. А когда начнется война, конвои вот эти будут перехватывать союзники. И нефть, ну не вся, но не вся будет доходить до местного значения. Венесуэль. 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 Так, можно один завод снять с пистолетов-пулеметов. Беретта ОВП и перебросить на грузовики. С артиллерии тоже снять. Так, чё, у меня опять не хватает резина. Так, с артиллерии снять, теперь перебросить тоже на грузовики, наверное. венесуэль. А, это за то, что грузовиков стало больше, резина жрёт. так. Усян, покупаем. Так, устанём фашизм в Португалии. Так, устанём фашизм в Португалии. Так, устанём фашизм. Тебе идет ora к Черезе 3хお願いします! Так, это океан. Продолжение следует... Индийский национальный конгресс выбрал провинциальные выборы в Индии. Так, это у нас будет к этому товарищу. Шестая армия Эттория Бастиков. Индийский национальный конгресс. Так, что здесь еще обнуть? Шестая армия Эттория Бастиков. Венесуэла. В принципе, можно немножко уменьшить. Что, она закрыла экономику что ли? Нет, фокус экспорт. Только Япония и Италия закупают. Странно, чего не стало не хватать нефти. Принесуэла. Странно. Больше ста нефти. Странно. 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 Еще один линкор. Кайя Дуэль... Ду... Дулео. Так. В Португалии никто не закупает. Эльфрам. Странно. А у Швеции? Тоже у Швеции. Сталь. Сталь только соседи. Скандинавский. Так. Кавалерия. А, у меня максимальный уровень 95. Блин. А требуется 100. Для военных игр. Хм. Прикольно. Ну ладно. Тогда мы... воздушная игра. Так, мы уже можем поменять министра на... А, нет. А, после фокуса. Сколько там осталось? 20 дней? Ладно, подождем 20 дней. Вот этого министра поменяем. Ой, вы же и наути хорошие бонусы на строительство этих фабрик. Как раз фабрики эти... Фабрики строительства этих машин, грузовиков, легковых, униформы и амуниции фабрики. Как раз то, что надо. Так, здесь мы прокачаем доктрину. Сначала на... Так, подводные лодки. Подводные лодки, эсминцы или крейсеры. В принципе одинаково. Пусть тут... Крейсеры... Пусть тут... Пусть тут... Сначала наути. Пусть тут... Пусть тут... Пусть тут... Пусть тут... Пусть тут... Пусть тут... Ну, уже мартрица восьмого. Крейсеры... Что там в Германии вообще происходит? А он шлюз. Как раз он шлюз изучает. Так, ну что радары изучим? Конечно же. Звучит музыка. Звучит музыка. Радио сейчас еще производить. Ну радио оно повышает организацию, увеличивает скорость восстановления дивизии. Так что оно хорошие бонусы дает. Звучит музыка. Звучит музыка. Эффективность добычи ресурсов, наверно. Сохранение эффективности. Так, аншлюз в Австрии. Так, а сколько там добра нацистов захватили в Австрии? Там, наверное, больше, чем в Италии. Ну, не больше, но нужна как половина Италии в Австрии снаряжение. Мы должны охранять нашу северную границу. Да ладно, чего, у нас же хорошее отношение с Рейхом. Плюс 100% идеальное отношение. Одинаковая идеология, остальной пакт. Италия в фокусе дипломатии и антикомитерновский пакт подписан. О, наконец-то этот фокус изучил. Так, что теперь. Расширяем наши военные заводы, наверное. Да, четыре военных завода. Так, и назначаем вместо вот этого товарища, Геокому Ацербу, товарища Луиджи Эйнауди. Как бы у него самые актуальные бонусы. Так, надо еще два построить. Наверное, на Сицилии. Антиперерабатывающий. И в Триполь. В Триполь. Ой. Айсер. Уваги. Айсер. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...